День добрый, дамы и господа. Вы думаете, только в Украине можно увидеть такие машины вот там по дорогам? Нет, у нас тоже. Вот, видите, по-моему, 750-я BMW, если я не ошибаюсь. Всё, видите, кобздец, джевелин попал. Да, но это всего лишь куча железа. Вот это к вопросу, да, о сгоревшей машине там. Ну, это же куча железа, да. Вот удивительно, когда кто-то делает там из машины, из дома, из каких-то вещей, делает культ, да. Это всё не то, чтобы могилу даже не утащить, а это может в любой момент просто сгореть, да. Или подожгут, или замыкание электропроводки, что угодно. Но мы не об этом, мы о том, знаете, лайфхак. Как из вас делают рабов или лайфхак такой, как создать покорного раба. А очень просто. Многие узнают себя даже в этом, да. Если раньше, знаете, рабов там где-то покупали на невольничьих рынках, им там вешали какие-то кандалы. Они ходили там с этими кандалами, да, всё пытались там сбежать. Их надо было какого-то надсмотршика, который стегал бы там их плёткой, да, ещё чем-то. То сейчас даже этого не надо. Сейчас всё сделано очень просто, да. Вот лайфхак, как создать рабов. Во-первых, через средства массовой информации, через маркетинг, через рекламу, да. Через работу социодинамики людям вструмляют, как типа надо жить, да. То есть для чего? Для чего это корпорациям? Для чего это власть придержащим и корпорациям? Власть придержащим, понятно, чтобы пасти это стадо. Так струмляют родину, цветные тряпки, флажки, гербы, патриотизм и так далее, да. То есть это спускают, чтобы пасти стадо. А корпорациям, маркетингу и так далее надо сбывать свою продукцию. То есть нужны условно не думающие люди, не свободные люди, а нужны рабы, потребители. Вот и всё. И вам начинают спускать в общество эти манки. Притом их спускали уже, так сказать, давно, что обеспеченный человек это тот, у которого есть, знаете, это пресловутый American Dream, да. У которого есть свой дом, да, машина, да, то есть вот это, то есть там огромный телевизор, да, там какие-то модельные шмотки, да, обязательно. Иначе вот ты как бы неудачник, знаете, вот это спускают. You loser, да, там ты неудачник. И вот это вструмляется в общество через рекламу, через маркетинг, через так называемых сейчас этих ублюдков, этих инфлюенсеров, да. И слабые люди стада, то есть как Гурджиев говорил, 80% объективных идиотов, они пытаются соответствовать, так сказать, мнимому статусу успешного человека. Сколько там у него барахла, сколько у него машин, сколько у него там квартир и так далее. Мнимый статус успешного человека. И большинство людей пытаются этому соответствовать и тем самым становятся добровольными рабами. Без, их уже не надо пороть плеткой, без ошейника, без всего. Добровольные рабы. Ты живешь не так, вот смотри, надо жить вот так вот, надо, чтобы у тебя был свой дом, надо, чтобы у тебя была там какая-то престижная тачка, еще что-то. Надо обязательно какие-то престижные шмотки, все. И человек уловлен, он думает, если у меня этого нет, слабый человек, стадо, быдло вот это, да. Если он думает, что у меня этого нет, потому что что такое быдло в переводе с польского? Это тягловый скот, рабочий скот. Вот и все. Это не тот человек, который сыт в подъезде, да, то есть, как русские интерпретируют это слово. Нет, это раб, по сути, это рабочий скот, да. И он думает, если у меня этого нет, я не соответствую какому-то мнимому статусу в обществе. Все. И начинается, ему надо квартиру, ему надо там машину, то есть, ему надо, средств нет, надо ипотеку. Берет ипотеку, кредиты, это все кандалы. Такие просто, несколько кандалов, такие хомуты на шее. И он вынужден, взяв, о, у тебя не такой телефон непрестижный, надо еще тот телефон купить какой-то там за несколько тысяч евро или долларов. Например, человек идет, берет в кредит этот телефон, берет в кредит машину, да, чтобы соответствовать кому-то статусу. В итоге набирает кредитов и получает что? Получает кандалы. И теперь он должен обслуживать эти кредиты, то есть, он должен пахать. Может быть, в 2-3 раза больше, чем ему вообще было бы необходимо, если бы он был минималистом. Все. Но вот слабые люди, слабые люди боятся отличаться от стада. То есть, условно, все зебры полосатые, для чего? Чтобы льву было тяжелее охотиться, да, то есть, они прячутся среди других зебр. То же самое это выявил один ученый. Он взял, чтобы следить за какой-то конкретной зеброй, ему было тяжело, он взял и пометил ее красной краской, красным пятном. Эту зебру в следующий же день убили леопарды или там львы. Я не помню, кто там был в эксперименте, она в саванне. И тогда ученый понял, что зебрам нужна эта маскировка не чтобы отличаться, а чтобы, наоборот, затеряться среди других зебр. То же самое и люди, только они психологически уловлены. Они не могут отличаться. Как это так? О, у тебя непрестижная машина. Как это так? У тебя там не такая квартира там большая и так далее, да? То есть, все. И человек боится отличаться. О, American Dream там, у тебя нет собственного дома. О, и у тебя там нету престижной работы, которая бы обеспечивала тебе этот дом. Значит, ты лузер. Он просто боится отличаться. Он так называемый вот не баран и даже зебр, да? И в итоге он должен пахать, чтобы это обеспечивать. И чем больше он набрал вот этого статусного барахла, чтобы поддерживать этот статус, он вынужден больше пахать. Но для чего? По сути дела, для чего? В могилу это не утащишь. Для чего? Но люди не могут победить это эго. Это, это, вот это эго в голове, боязнь быть не таким, как все. Или боязнь быть отличающимся от, условно, своего круга. Сперва хочет влезть в этот круг, потом, чтобы обеспечивать себе должное в этом кругу, он вынужден пахать. И он очень боится. Человек пребывает в стрессе, раба. Он очень боится потерять этот статус. Для многих это просто, это катастрофа. Как это так? Его сочтут лузером. Его сочтут каким-то не таким. И вот только воистину свободные люди могут жить так, как они хотят, невзирая на то, что подумает это стадо оленей, вот этих, стадо вот этих зебр о них. Да, возможно, они под прицелом так называемого льва, потому что этот лев метафизический лев, условно, осуждение этого общества. Но сильные личности способны просто насрать на это осуждение. Просто насрать. И при этом они обретают тот самый пресловутый покой. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Воля жить так, как тебе хочется. Вне оков вот этого рабства. Вне оков вот этого навязанного, так сказать, уровня жизни, как типа должен жить человек. В этом же и лайфхак, как создать раба. Навяжи ему какие-то мнимые вещи, мнимый какой-то статус, мнимое то, как он должен себя вести, каким он должен быть, чтобы он боялся отличаться. И вот вам готовый раб, который будет добровольно пахать, чтобы обеспечивать себе вот этот неотличающийся статус от его окружения. Все. И только воистину свободный будет спасен. Но для этого надо иметь самость. А самость ты будешь иметь только когда ты лично, лично поймешь, что тебе лично надо. Без влияния окружения. Я уже говорил, как это сделать. Дома вот просто голый встань перед зеркалом, никого нет. Представь, что нет никого. Ни родственников, ни знакомых, ни коллег по работе, ни соседей. Вообще вот представь, что никого нет. Ни перед кем не надо выебываться, ни перед кем не надо ничего доказывать. И спроси себя, что хочешь ты. Вот лично ты, себя, глядя в зеркало на себя, что хочешь ты. При этом тебе не нужны статусные шмотки, статусная машина, статусный дом. Потому что нет других людей, перед которыми бы тебе надо было выдрючиваться. Представь, что нет этого окружения. Я знаю, для рабов это вообще тяжело сделать. Но вот представь, что этого нет. Что хочешь ты. Как бы ходил ты. Как бы ты себя вел. Как бы ты выглядел. Чем бы ты занимался. Ходил бы ты, блядь, на свою работу. Если бы тебе не надо было поддерживать этот статус. Спроси себя, чем бы ты занимался. И вот в этом и есть истина. И в этом и есть настоящая свобода. И вот когда ты честно себе, без оглядки на окружение общества, ответишь, чем бы ты занимался, что ты лично хочешь. Только честно. Никому ничего не надо доказывать. Других людей нет. И вот в этом и будет твоя конечная свобода. И ты обретешь свободу, и уже на тебя потом не налезут вот эти вот ошейники, кандалы общества, которое вот, так сказать, хочет тебя поработить. эти власть придержащие, которые хотят сделать истия раба, на тебя уже не налезут эти ошейники. Ты будешь говорить, хуя, это мне надо вообще. Зачем? Зачем мне, нахуй, мне покупать какие-то статусные часы, блядь, для чего? Как справедливо заметил этот Стив Джобс, да, часы за 300 долларов и часы за 30 тысяч долларов показывают одно и то же время. Вот и все. То есть, зачем в итоге тебе тогда часы, если в смартфоне у тебя, да, в том числе и в этом, показывает и время, и дату, и все, что надо. Зачем они тебе? Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok